здоровенький былы всем доброго дня всем доброго времени суток самому самому шикарному самому уважаемому сообществу физкульт привет мои хорошие я приветствую всех вас на своем youtube канале добро пожаловать общаемся у нас с вами самый лучший формат самые интересные это похудение это стройность это мотивация это здоровье это питание это тарелки это движение у нас все показано у нас все прозрачно у нас с вами весы я часто становлюсь на коверчик я показываю постоянно свой вес да у меня такого нету у меня контрольный вес через недельку нет сейчас вешусь а ну давайте посмотрим как после этой тарелочки поднялся вес или нет то есть я все показываю да питание значит мое похудение это и питание и движение то есть в приоритете у меня не только питание урезание калорий у меня еще активность поэтому я могу себе что-то позволить я активная у меня может быть больше белка не только мясо ем я могу еще творог утром съесть ну то есть белок же это не только мясо правда я могу яйца съесть я могу рыбу есть но я живот на белке допустим да я подвижная и я показываю вам часто свое движение ну сначала давайте питание значит мои тарелочки вот я вам показала сегодня сейчас вы видите свою еду которую себе готовлю но вот мне нужно было приготовить такую кастрюльку вкусную да и угостить и самой вкусно поесть я приготовила чахок били думаю боже мой таня есть помидоры быстро готов чахок били у меня рецепт от настоящих грузин не просто где-то я услышала вот я кась валя галя казала да нет нет конкретно рецепт он грузин приготовлен очень правильно значит приготовлен это блюдо Yeah но я не показывала весь процесс почему потому что у меня пулились видео чах о хобили и видео в котором я подробно показываю как и что я должна положить какое мясо у меня да я показываю конкретно да там у меня не бедрышки boli нет как я приготовила помидоры конкретно для чахох били какие специи нужны и конкретно для чахов били то есть более более подробно все рассказано вот в этом видео сегодня нет не подробно я просто показала я готовлю чахов били готовьте это наша еда для нас стране ищих значит мне написали были еще таня можно показать как людо готовить синики под крышкой думаю сделай синики купила синики круглые домашние да у меня есть дома приготовили блюди выше крыши как вкусно вообще не жирно я вот не люблю жирно я не люблю когда растительного масла много наливают салат фу я не буду такой есть я не буду такой салат есть мне не вкусно но то что не полезно это понятное дело много жиров растительные масла это что же лишние калории кстати 1 столовая ложка это знаете сколько калорий 100 а всего лишь 1 столовая ложечка так мало вообще не видно. Вот. Так вот. Синенький, да? Жира совсем мало не чувствуется. Сковородка смазывается только кисточкой. Не буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Вот так, а кисточкой. Очень здорово под крышкой. Я взяла на заметку. Готовить синенькие баклажаны только так. Пробуйте. Вот пробуйте. Я вам приблизительно плюс-минус показала. Люди, шикардосно. Ну, очень вкусно. Очень. Готовьте. Показала. Человек попросил. Думаю, сделаем. Сделаем. Для нас это 6 секунд. То есть я показываю свои тарелки. И вот показала я вам вес свой, да? Вес. 78 900. Это после чапов били. И после синеньких с майонезиком, да? Жиры. Люди. И чувствую себя очень даже нормально. После картошки с Людмилой мы были какие-то натоптаные. Здесь же нет. Легко. Легко. Поели картошки, да? Вес на следующий день плюс 2. Ну, понятное дело, это не жир, люди. Это же не жир, да? Что это? Это течность. Почему? Потому что углеводы, крахмальчик, задерживает вот этот продукт, картошка, задерживает крахмал, углеводы, задерживает воду. Это отечность. Потом вес пришел на свои позиции, да? Но если каждый день, я люблю жареную картошку, сегодня картошка жарена, завтра, ой, надо сделать пюрешки. Поели пюрешки, а там зайдем Макдональдс, картошечки поедим, да? Такой тоненькой, макать будем соусы. И так присели на картошечку. Вот там уже плюс, плюс и плюс. Ну, то есть, я к чему? Я к тому, что вес динамический показатель, да? Все зависит от того, что мы едим. Я поела не хуже. Мясо, чаха убили, синенькие так приготовленные, да? Ну, там плюс-менно что-то еще было, да? И кофе было, и шоколад в течение дня, да? И вес идеальнейший, идеальнейший. Давайте сейчас посмотрим мои тарелочки. Ну, а потом будет у нас активность. Сначала тарелки, давайте. Приглашаю всех к столу, люди. Я у Мартына. Как обычно, по собственному желанию. Да еще какое блюдо у меня будет? Чахок били. У меня куриные бедрышки. Будет очень вкусно. Шесть больших куриных бедрышек. Помыла, как обычно, мясо. Обсушила бумажным полотенцем. И на сухую сковородку. Жир вытапливается. Заметно очень, да? Сейчас переверну на обратную сторону. До румяной корочки. А потом слаживать буду кастрюлю. В кастрюлю налила уже немного водички. Как учил меня мой Коленька. Танечка, водички налью кастрюльку. А то рыбка подгорит. А то мясо подгорит. Это Коля мне напоминал. Постоянно. Таня, на дно кастрюльки, водички. Что я уже и сделала. Ну что, наверное, буду переворачивать бедрышки. Мои хорошие, весь процесс показывать не буду. У меня есть видео в полилистах. Чахух били. Я, как всегда, ссылочку для всех оставлю в комментариях. Вчера я поджарила, подрумянила бедрышки. А сегодня занимаюсь соусом вкусным. Лука побольше. Я только напоминаю, процесс не показываю. Лука побольше, тогда будет вкусно. Сейчас замызу с помидорами. На чем я лук подвяливаю немного, да? На смальце. У меня жир. Животный жир. Мясо. Бедрышки куриные. Ожидают соусы бедрышки. Помидорчиков побольше, побольше, побольше. Соуса много не бывает, побольше помидорчиков. Я делаю ударение соуса побольше. Он будет очень-очень вкусным. Чахух били, выключаю. Крышечку приподнимаю. Да. Запахи не только на кухне, в квартире. У меня открыто окно. Запахи на улице, на первом этаже. Мои хорошие, запахи на первом этаже. На улице. Не то, что на первом этаже. По всей улице запахи. Здесь такие специи. Здесь такие ароматы. Я ссылку на видео оставлю в комментариях. Посмотрите хотя бы на прокрутке. Это очень вкусно. Пилок, жиры. И это развитие нашего тела. Коллаген. Желатин. Полезная еда, а? Еще какая полезная. Ценность калорий нам нужна. Готовьте. Аджап, сандали. Ну, а я тем временем буду заниматься баклажанами. Помыла, кожицу снимаю. Сейчас буду резать на кусочки. Вы знаете, на какие кусочки, да? Тоненькие кусочки. Слайсы еще говорят, да? Посолю. Горечь уйдет. Ну, потом бумажным полотенчиком я просушу баклажанчики. И на сковородку. Буду их томить буквально. Даже не жарят люди. Притомлю немножко их. На смальце. Не на растительном масле. На смальце. О, у меня баночка стоит с красной крышечкой. Это кориандр. Я помол делала сама на кофемолке. Зернышки кинзы на кофемолочку. А кориандр мне дала Людочка. Целый пакет. Вот в пакете у меня магазин и кориандр. А вот в баночке домашний. Буду использовать для чахохбели. Что хочу отметить. Как легко очищается кожица. И семечек вообще нет. Синенькие от соли я промыла еще водой. Я так всегда делаю. Для меня это много соли. А сейчас я их обсушу бумажным полотенечком. И на сковородочку. Здесь у меня смалец. Небольшое количество. Чайная ложка. На сковородочку. И под крышечку. Жира вообще не добавляла. Вторая партия. Первая партия. На бумажном полотенчике. Только под крышечкой. Синенькие. Несколько этажей. Мне написали были Таня. Если по возможности получится. Покажите как под крышечкой. Людочка готовит синенькие. Ну вот пожалуйста. Притомила. Буквально притомила. Я использовала смалец. Свиной жир. Кто-то будет использовать курдючный жир. Кто-то растительное масло. Пожалуйста. Все получается очень быстро. И очень вкусно. И очень вкусно. Смотрите. Небольшое количество жира. Плюс еще у нас есть бумажное полотенце. Это тоже хорошо. Правда? Здорово просто. Смотрите. Как красиво. Это очень сытно. Это очень вкусно. Петрушку я не на блендер пропускала. Я порубила ножиком. Чеснок. Майонез. Готовьте. Всем понравится. И у всех получится. Я зашла в дом. 35 минут 12. Что готовлю? Гезлеме. Гезлеме по-украински. Я быстренько приготовила тесто. Правда это белая мука. Да простят меня люди, которые по-настоящему готовят тестоювка. Вот тоненькое тесто. Видите, какое тоненькое-тоненькое. И начинка. Много шпината. Нужен, допустим, козий сыр. Ну, если его нет, у меня творог. Его нету. И у меня сыр с пожитником, который я купила. Кусочки сливочного масла. Оливковое масло. Здесь обязательно взбрызнула. И еще перчик. Перчик, соль по вкусу. Вкуснотища. Сейчас формирую лепешечку. Гезлеме по-украински. Тонкое-тонкое тесто. Это вам не лаваш толстяк. Тонкое тесто, как папирозная бумага. У меня есть видео про листах. Турецкая лепешка. Я уже готовила такую лепешку не один раз. Гезлеме по-украински. Я, как всегда, оставлю ссылочку на видео в комментариях. Смотрите, готовьте. Всем понравится. И у всех получится. Кто со мной, всем приятного аппетита. Гезлеме по-украински. Едим по-царски. Стройнеем. И пусть нам не верят. Будем радовать, радовать своих подруг. И так питаться. А что ты ешь? Как ты худеешь? Хух, как я худею. Как я питаюсь, да? По-царски. Мои хорошие, я ссылочку на видео Чахок Били оставлю в комментариях. И я еще оставлю ссылку на видео турецкая лепешка Гезлеме. У нас нету теста ювка, но очень легко сделать это тесто, да? Плюс-минус можно постараться. Мука полстаканчика достаточно. Вода теплая. Буль-буль. Растительного масла немножко. Подсолили и сделали комочек теста. Тесто должно быть мягкое. Скалочкой раскатывайте тонко-тонко. Тонко-тонко начинка. Все показано, все рассказано. Готовьте. Это очень вкусно. Вашим близким очень-очень понравится. Кто на удержании веса, иногда можете себе позволять. Иногда. Так напоминать о вкусностях. Вот тогда у вас не будет срыва. Срыва никогда не будет. Зажора у вас не будет. Но сейчас, мои хорошие, давайте перейдем к спортивной части. Мы немножко посмотрим и послушаем. Я пообщаюсь с вами на природе, конкретно в парке, где я занимаюсь. Я очень дружу с весами. Весов никогда не боялась. Никогда. С первого дня своего похудения я дружу с весами. Вот вчера у меня были и синенькие, вкусные очень, с майонезом, и аджаб сандали. Вот сейчас на весы станем. Обнуляю весы. Так. Нули есть. А теперь становлюсь на весы. С телефона минус 300 грамм. Снимаем. Пробедит что-то, да. 79,200 минус 378,900. Отлично. Все отлично. Молодец, Таня. Даже если бы вес у меня был 79,500, тоже нормально. Самое главное, чтобы я не перешла канадскую границу 80 килограмм. Молодец, Танечка. Держим вес. Всем доброе утро. Всем физкульт-привет. Мои хорошие, я уже в новом парке. Мне вот сюда до парка 2,5 километра. То есть я прошла в хорошем темпе. Ну что, начинаем процесс похудения. Движение помогает очень в похудении. И не забывайте, движение это форма тела. Как можно сделать форму тела? Только с помощью активности и движения. Делаем форму тела. Кому-то нравятся турнички, пожалуйста. Пожалуйста. Я как-то придерживаюсь своих упражнений. Вот повисела сегодня на турничке я, да? Иногда могу посчитать до 80. Сегодня до 40 только. Потом второй раз заход. Тоже до 40. Почему до 40 я руки намазала кремом? Скользкие ручки. Ну не страшно. Не страшно. Небольшая вытяжка позвоночника была. Все. Прячу камеру и занимаюсь. Делаю форму тела. Заодно вам хочу показать, как чистят водоемчик. Убирают вот эту зелень всю. И вот этот пруд будет хорошенький, чистенький. Вот зелень набрали. Такой экскаватор даже, да? И вывозят на берег. Это очень правильно. По-хозяйски здесь. Ну что, мои хорошие, я уже у начала конца. Я уже в первом парке. Сейчас попрошу всех вас обратить внимание вот на вот эти ступенечки, на их количество. Вот, пожалуйста, я поднимаюсь на эти ступеньки. Аккуратно поднимаюсь, потому что у меня перед носом еще камера. Вот я держу в руках. Обратите внимание конкретно на вот эти ступенечки. Вот я поднимаюсь, поднимаюсь, поднимаюсь. Темп должен быть. На количество обратите. Вот. Ну и теперь внимательно меня слушайте. Вот ступеньки. Встаем утречком, да? Нужно начинать день очень правильно, да? Многие начинают со стаканчика сока. Еще говорят фрэш. Слова иномовного походжения, да? Фрэш. Так, хорошо. Англоязычная группа какой фрэш принимает? Какой сок пьет? Допустим, апельсиновый, да, апельсиновый. У нас яблочный сок. Ну, тоже апельсиновый сок. Мы тоже пьем, правда, фрэши. Выпиваем, допустим, количество 100-150 грамм. 120 грамм. Небольшой стаканчик апельсинового фрэша. 120 грамм. Так мало. Сколько углевода? В 120 граммах фрэша апельсинового. Всего лишь 18-20 грамм углевода. 18 грамм углевода. Кто-то скажет, да, это щепуха. Дневная норма – это 50 грамм углевода. Так вот, 18 грамм углевода. Если мы посчитаем в калориях, это 75 калорий. Плюс-минус 75 калорий. Допустим, если вес мой 80 килограмм, чтобы сжечь вот эти вот 70-75 калорий, мне нужно, мне конкретно, у меня 80 килограмм веса, мне нужно конкретно подняться на 22 этаж. Сколько здесь ступенек? Мне нужно подняться конкретно по ступенькам на 22 этаж со скоростью. Не просто я доползла за 25 минут или за 20, да? Мне нужно подняться на 22 этаж со скоростью 4 этажа за минуту. Должна быть своя скорость, не просто плентаться по этажам. 22 этажа со скоростью 4 этажа в минуту. Только тогда я отработаю 120 грамм апельсинового фреша. Это 75 калорий. Хорошо. Отрабатываем все или нет? Выпили сок, сели. Нормально. Прекрасно себя чувствуем. Это очень полезно. Мы ничего не отрабатываем. Мы едим еще. У нас есть еще еда. Допустим, такая вкусная. Вкусная паста, полезная. Макароны, то есть не макароны даже, а мука твердых сортов. Да? Ну, макароны. Паста карбонара берем. Так вот, паста карбонара, это 700 калорий, люди. Паста карбонара 700 калорий. Не 80, не 75, а 700. На какой этаж нужно подняться? С какой скоростью? Так вот, чтобы отработать пасту карбонара, нужно пробежать за 1 час. За 1 час нужно пробежать 10 километров, не за 1 час 20, а ровно за 1 час 10 километров. Тогда отработается паста карбонара порция 700 калорий. Понятно, как сжигаются жиры? Нужно их отрабатывать, а мы не отрабатываем. Допустим, у нас базовый обмен веществ, он приблизительно составляет 1500 калорий. Да, мы едим 1500 калорий. Мы их не отрабатываем, да? Наше тело похудеть не может. Что нужно для этого сделать? Нужно одеть кроссовочки и 1 час хотя бы заниматься. Нам нужно похудеть. Для этого нужен, ну все знают, дефицит калорий. То есть должен быть минус дефицит калорий. Тогда только базовый обмен веществ наш усилится. Люди урезают калории, да? Многие живут на урезании калорий, подсчет калорий. Ой, я урежу 1500, нет, буду жить на 1200, а может быть даже на 1000. То есть урезают калории. Они лишают себя беда, лишают себя еды. Они не занимаются физически. Они конкретно худеют на урезании калорий. Они собой не занимаются. Так вот, если урезать калории и не заниматься физически собой, чего не будет? А ну давайте подумаем. Похудеть можно? Можно, да, конечно, худеют люди. Но формы тела не будет. Формы тела не будет. Вот для меня самое главное еще форма тела. Не фляки, а форма тела. И потом резерв здоровья для меня тоже главное. Многие говорят, допустим, плато. Вот у меня плато, ну то есть вес стоит у человека. Две недели дисциплины, внимательно, две недели дисциплинки, и плато у вас не будет. Плато уйдет. Питаться правильно вообще не трудно, люди. Питаться правильно не трудно. Вот должна быть сила воли, конкретно в спорте. Заставляйте себя, выгоняйте себя. Во-первых, похудение будет проходить удачнее, быстрее. Вам будет нравиться этот процесс. Самое главное, чтобы вам процесс похудения нравился. Чтобы вы видели результат. Ваша форма тела будет меняться. Без дисциплинки, без движения формы тела не будет. Только заниматься, только физически заниматься, вот тогда будет форма тела. Вот видите, сколько ступенечек. Ух ты, котик, здесь. Сколько ступенечек, да, всего лишь? Боже мой. Десять ступенек, да? А чтобы отрабатывать? Отработать, боже, уже заговариваюсь. Чтобы отрабатывать. Вернее, отрабатывать. Вот этих вот 70 калорий, люди, это же надо подняться. На 22 этаж со скоростью, со скоростью, одна минута, четыре этажа. Обалдеть. Услышали все меня? Моился. Худеть на калориях, это очень-очень не мое. Нет, нет, никогда. Я как подумаю, лишать себя настоящих, хороших питательных веществ. Нет, для меня самое главное, это ценность калорий. Это развитие моего тела. Для меня это самое-самое главное. Это физическая сила моя. Я лучше приду и отработаю. Отработаю. Я все отрабатываю. Поэтому сила воли не в питании. Заставим себя это не есть. Заставлю себя жить на 16,8. Нет. Сила воли только работает в спорте. Вот здесь показывайте свою силу воли. Отлично. Мне даже дают пробовать. Люди, я зашла в магазинчик, но я к нам вкус пыталась. Отлично. Я ж пока мясо не попробую, не куплю. Меня уже знают, да? Правда, я не противная? Нет, нет, нет. Значит, мне предложили сыр. Сказали, Таня, есть у нас такой сыр. Значит, пожитник, пожитник, клуб сыра. С пожитником. Очень вкусный. Ценовая политика 375 гривен килограмм. Доллар 1 доллар, то есть, прошу прощения, да, размечталась 1. 3,6, 3,7, ну, приблизительно 10 долларов килограмм сыра. Вот такая цена у нас. Именно в этом магазине, потому что зайду в большой супермаркет, торговый центр, там будет на 30 долларов дороже. Это надо знать места. Надо знать места. Тут хороший ассортимент. Я прихожу в этот магазинчик молочный, и здесь я отовариваюсь. Ну, все, беру с пожитником сыр. Меняем свой ассортимент. Мои хорошие. По поводу кардионагрузки, да, полезна не сама кардионагрузка, а очень вредна отсутствие кардионагрузки. У меня спортивная ходьба. Вот быстрая ходьба у меня спортивная. У кого-то труса, у кого-то просто быстрая ходьба. Быстрая ходьба способна жечь столько калорий, сколько бег трусцой. Представляете, какая прелесть? Жигается больше калорий. Бег трусцой и быстрая ходьба. Не нужно бегать. Идет нагрузка на стопы, на коленки. Вы идете просто быстрой ходьбой. А спортивная ходьба – это вообще прелесть. Вы посмотрите, в интернете – быстрая ходьба. Спортивная конкретно, спортивная. Осанка ровная. Шаги не семимильные, да, а то ходят на согнутых коленках, да. Идет перекат стопы. Как это здорово, как это полезно – уметь ходить спортивной ходьбой. Помните, Любаша, как я сказала? Ой, посмотрите, как красиво идет. Красиво идет. Это точно как мне мужик в парке. Сидел под шафой мужик, а я уже дохожу до скамейки, он сидит и говорит. Мадам, красиво идете. Ну, так было смешно, смешно, да. Мы так поулыбались друг к другу. Ну, нормально, человек сказал. Ничего меня не обидел, да. И так точно, я видел женщину. Я говорю, красиво идет. Думаю, ничего себе. Почти как я. А это Любаша, я ее догоняла. Люди, помните? Так вот. Быстрая ходьба, спортивная ходьба. Для меня это польза в здоровье. Ну, понятно, что форма тела, это однозначно, это не оговаривается. Об этом мы поговорили на природе, да, конкретно в парке, да. Я напомнила о форме тела. Форма тела, это не урезание калорий. Нет, нет. И вот спортивная ходьба, движение, быстрая ходьба. Здоровье работает конкретно малый таз. Спортивная ходьба, это малый таз. Вы идете, вы чувствуете, как мышцы, попы напряжены. Внутри все напряжено. Значит, что есть? Кровообращение есть. Есть кровообращение. Если кто-то думает наперед о своем здоровье, это только плюс. У вас будет в порядочке все с мочевым пузырем. Вы не будете ночью вставать по 10 раз. Вы не будете бегать по городу, искать туалет. Я хочу в туалет. Я хочу пописать. Ну, понятно, если я выпиваю 2 чашки кофе утром, лечу в парке, да, в плане бегу, то понятно, что кофе имеет мочегонный эффект. Я залетаю там в туалет. Благо в этом парке шикарный туалет. Ну, как в Турции точно. Вот, да. Это совсем другое. Бывает, человек часто ходит в туалет, не пьет воду. Есть даже упражнения, да, для пресс, пресс, мочевой пузырь. А тут вы наперед прорабатываете, идет профилактика заболеваний мочеполовой системы. Конкретно спортивная ходьба. Посмотрите в интернете. Вы идете, идет кровообращение. Но это полезно не только девочкам. Это полезно и мальчикам, и дядям. Мальчики не на самокатике должны кататься, дыр-дыр-дыр, а должны ножками ходить, чтобы работал малый таз. Тогда девочкам в дальнейшем не будет скучно. Женщинам не будет скучно в дальнейшем. А то стоят, рыбку ловят. Рыбаки. Рыбаки стоят. Днями, сутками они там живут. То есть с такими животами рыбу они ловят стоят. Это сидят в креслах в этих неудобных. Понабирали себе вот эти вот кресла, да. Хотя постояли бы, да. Нет, сидят. Сутками сидят. Это ж простата. 300% простата. А потом жалуются. Не простата. Простата, потому что там застой. Застой в малом тазу. Точно так и у женщин. Застой. Фибромиомы. Фибромиомы. Миомы различные. Застой крови. Поэтому ходите больше. И конкретно чувства должны. Вы должны чувствовать. Вот я иду, я чувствую, мышцы напрягаются. Аж больно. О! Тогда будет результат. Вот тогда только будет результат. Укрепляются все части тела, когда мы с вами быстро ходим. Укрепляется больше всего, укрепляются, вернее, те части тела, которые волнуют женщин. Это что? Живот. Укрепляются мышцы живота, когда вы быстро ходите. Быстро делаю ударение. Быстро. Укрепляются еще мышцы ног. Мышцы бедра укрепляются. Сразу видно по ножкам, что спортивный человек. Если человек будет в раздетом виде, где-то на пляже, то у него целлюлита не будет. Горбо вот этих ям не будет, нет. Целлюлит это не массаж. Целлюлит это совсем другое. Нужно отрабатывать вот этот подкожный жир. Это подкожный жир, а то крем от целлюлита. Это ж надо такое придумать, а? Это ж надо. Но, правильно, самая большая проблема для страны, это думающий человек. Крем от целлюлита есть. Ой, слушай, я хочу. Ну, вот и все. Так что, мои хорошие, не ведитесь на ГШР. Все отрабатывается только на чистом кислороде физически. Так, что дальше у нас? Дальше, значит, ходьба. Она приносит пользу только тогда, когда она быстрая. Ты знаешь, я хожу по 10 тысяч шагов. Ну, а дальше что? Ну, и ходи дальше. Че такая дряхлая? А че попа болтается в разные стороны вот так? А кто ходит вот на таких семимильных шагах? Колени согнутые. Осанка ломненько должна быть. Шаги маленькие должны быть. Осаночку держать нужно. Да, это сложно. Держать осанку. Не сутулиться. А то сама поехала на метр вперед, согнулась. Еще палки, семимильные шаги. Я что, не вижу. Я все вижу. Поэтому ходьба приносит пользу. Когда спинка ровная и ходьба быстрая. Маленькие шаги. Перекат, перекат. На стопах, да, перекат. Посмотрите в интернете конкретно. Значит, спортивную ходьбу. Конкретно спортивная ходьба. Потом. Медленно ходьба, да, медленно. Да я устаю. Я страшно устану от медленной ходьбы. У меня человек, который может меня пригласить часто. Да, женщина. Давай погуляем. Я иногда могу выйти, но я пореже хочу выходить с ней. Потому что человек хочет посидеть на скамейке. Давай посидим в тени. Это вечером. Давай посидим на скамеечке. Давай мороженое купим. Человек сидит день. На работе не двигается. Она такая уставшая. Она не может быстро ходить. Быстро это не так, как на спорте. Нет. Быстро это просто идти в темпе. Нет. Она хочет вот так, вот так. Давай вон в скамеечка посидим. Хотя она по возрасту такая, как я. И стройнее, наверное, на килограмм 15, может быть, меня даже. Она очень стройненькая такая. Но она страшно устает. На работе она не на ногах. Нет, она сидит целый день. Головкой? Нет, там не надо думать. Нет. Там усталости такой нет. Там усталость безделия просто. От безделия. Но человек устает еще ходить. Делайте выводы, люди. Делайте выводы. Нет украшения. Конкретно гипоксия. Не хватает кислорода в крови. Человек никакой. Просто никакой. Но там еще питание нужно пересматривать. Это 100%. Потому что гипоксия это питание. Это 99% жира. Субстрат должен быть хороший. Правильный. А это жиры должны быть. 99% жира и 1% белка только идет. Но это немножко другое. Значит двигаться обязательно и обязательно в быстром темпе. Если медленно идете, то работа сердца и сосудов протекает на таком уровне. Вроде бы вы дружите с диванчиком. Калории расходуются, но они расходуются в очень мизерном количестве. Почти не расходуются. А форма тела и похудение это что? Это дефицит калорий. Лучше вы меньше пройдете. Меньше по километражу. 4 километра вот так мне допустим. Иногда. Но в каком темпе. Таня прогнать. Таня выполнить. Таня вот так. Сегодня я делаю перекат с ножки на ножку. Не 50 раз, а 100 раз. 100 раз. То есть увеличивается количество моих упражнений. Они увеличиваются с возрастом, увеличиваются. Раньше я стояла на одной ножке и считала так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну то есть тарахтела вот так. Да, сейчас так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вы понимаете? Вы понимаете о чем я? Прогресс. Выше и выше. В космос просто взлетаем уже. Наоборот. Наоборот. У нас увеличивается количество упражнений. Время упражнений длиннее становится. Это же как классно. Поэтому быстро ходить. Я напоминаю, чтобы вес уходил у вас успешней, чтобы удерживался вес у вас, да, чтобы у вас была классная форма тела, вы должны двигаться. Вы должны вспотеть, да. У вас должен быть стресс легкий, кратковременный, от физической нагрузки. Только тогда будут выделяться гормоны. Если гормоны у вас не выделяются, результата не будет. Я походила 10 тысяч шагов. Да ты что? Я столько хожу по магазинам. Я была сегодня в торговом центре. Я была там, там. Ты знаешь, я вот смотрю на шагомер, а у меня 25 тысяч шагов. Затасканные люди. Дышат не понять на чем, да. Дышат чем? В магазин пришли, там резина, там хлеб. Вот как я захожу, булки пахнут. Там еще что-то пахнет. Там химия. Я там в химию зашла в магазин, стиральный порошок покупаю. Там химия пахнет. Но я находила там 10 тысяч шагов. Вы представляете? И все. Поэтому нужно следить, где вы ходите и в каком темпе. Желательно на улице. На чистом кислороде сжигаются жиры. Жиры сжигаются на чистом кислороде. И темп должен быть. Быстрая ходьба. Не надо бегать. Многие мне могут написать. А вот есть ли артроз? А если артроз? Нужно обращаться к врачам. Снимать воспалительные процессы. Делать упражнения. У меня артроз ноги. У меня задействован мениск. Значит, мениск и что-то там еще. Латеральный мениск и латеральная связка. Да, я делала КТ. Я не могла в постели повернуть ногу. Я снимала препаратами боли, которые мне посоветовал врач. Я делала упражнения специальные. Я смотрела Анну Куркурину для упражнения. Конкретно для колена. А сейчас я стою на одной ножке. Сейчас я поднимаю выше носа. Колено могу поднять. Это моя заслуга. Я работала над собой. Я заставляла себя. Но сначала должен уйти воспалительный процесс. Это так, только немножко себе, мои хорошие. Поэтому занимайте собой. Обязательно должна быть кардионагрузка. Это наше похудение. Это наша форма тела. Силовые нагрузки никто не отменяет. Кардионагрузки, само собой. Но силовые упражнения никто не отменяет. Мы теряем с вами после 30 лет уже по 1% каждый год мышечной массы. К 80 годам мы теряем 50% мышечной массы. Люди 50%. Чем меньше у нас мышечная сила, конкретно в пожилом возрасте, тем выше смертность по всем причинам. Чем меньше мышечная сила в пожилом возрасте, тем выше смертность по всем причинам. Уловили, да? Уловили. Старость запрограммирована. А жизнь свою можно продлить только активностью. Николай Михайлович Амосов. Мои хорошие, наше время истекло. Я хочу поблагодарить всех вас за просмотры моего видео. Я благодарна всем вам за такие чудесные комментарии. Спасибо всем большое. И я благодарна всем вам за лайки. Мои хорошие, худеть не сложно. Все перед носом. Самое главное, это запрещать себе то, что тебя может испортить. А это значит любить себя. Сила воли, это не питание. Сила воли, это только спорт. Заставляйте себя физически работать. Это ваша жизнь. Это продолжение вашей жизни. Мои хорошие, как всегда, я желаю всем Божьей помощи и Божьего чуда. Всем до встречи. Дальше будет. Спасибо. 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 Спасибо.